Детская площадка, это весна, ручьи китикуют. Сейчас он рисует весенний пейзаж. Сюжеты в голове рождаются моментально. Главное – успеть перенести их на бумагу, рассказывает Ваня Петров. Умелые руки и бурная фантазия помогли мальчику в зимние каникулы совершить путешествие в сказку. За свой рисунок для творческого конкурса Ваня удостоился поистине волшебного приза. Отправился в великий устюг в гости к Деду Морозу. Он был веселый, огроменный, два метра, примерно так. Я его сначала испугался, но потом увидел, что он добрый. Он шутил, смеялся и сказал нам, у меня есть два ответа. Первое – да, я настоящий. Второе – нет, борода моя не из шерсти. Самодельные игрушки и новогодние рисунки. Всего на творческий конкурс своей работы подали более 800 самарских школьников. Главную награду – поездку в резиденцию Деда Мороза получили лучшие 60 юных мастеров. Детским мечтам помогли исполниться трудолюбие и талант. Дети действительно очень талантливые. Мы за них рады, что они сразу уже с детства видят, не только занимаются творчеством, но и видят результаты своего творчества, что они могут достичь. Это воспитывает характер, это воспитывает упорство. Ребята, которые занимаются любым видом творчества, они успешны и в других видах деятельности. Они успешны в дальнейшей жизни. Возможности свои, реализовать свои таланты и свои способности и проявить себя у наших детей очень много. Из года в год мы проводим конкурсы рисунков, поделок детей. Им нравится участвовать в таких мероприятиях, быть как бы частицей, да, теми людьми, которые тоже влияют на развитие городского округа Самара. Ваня Петров уверен, увидев его рисунок, дедушка бы обрадовался. Уж очень румяный герой с картины, похож на настоящего новогоднего волшебника. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.